МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. За последние два года ни один новорожденный в Ненецком округе не был оставлен матерями в роддоме. Уполномоченный по правам ребенка представила депутатам собрания доклад о деятельности в 2020 году. Бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Вкусно ли кормят ребят в искателях, проверил глава региона. По шесть тренировок в день к таким физическим нагрузкам, занимаясь с четырех лет любимым спортом, юные хоккеисты из Наринмара уже привыкли. В региональном парламенте состоялась очередная сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В ходе сессии рассмотрено порядка 20 вопросов. Заслушаны доклады уполномоченного по правам ребенка и общественной палаты. На сессии депутатов внесли изменения в целый ряд окружных законов, что было связано с необходимостью их приведения в соответствие с федеральным законодательством. В частности, изменения внесены в окружной закон о порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе. Основанием для пересмотра наших окружных законов послужило принятие в декабре 2020 года, 29 декабря, федерального закона о величине прожиточного минимума. В соответствии с федеральным законом величина прожиточного минимума устанавливается в порядке, определенном правительством Российской Федерации. И с учетом, то есть берется средняя по России, и дальше применяется коэффициент, так называемый коэффициент дифференциации, да, с учетом природно-климатических условий и особенностей регионов. Прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медиального среднедушевого дохода по стране. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет. Выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Накануне в региональном парламенте прошла рабочая встреча главы региона с депутатами собрания Ненецкого автономного округа, в ходе которой представители органов власти обсудили ряд текущих вопросов. На ставшие уже традиционные встречи глава региона Юрий Бездудный обсудил с окружными депутатами общую повестку дня и ответил на их вопросы. В частности, речь шла о двух крупных инвестпроектах, которые будут реализовывать на территории округа компании «Русхимгаз» и «Лаевошнефтьгаз». Первоочередная задача органов власти – расселение ветхого и аварийного жилья. Губернатор округа предложил рассмотреть возможность частичного возврата предоставления компенсации за ветхое аварийное жилье. По его словам, необходимо внести изменения, которые позволят в первую очередь предоставлять компенсацию семьям, живущим в частично расселенных домах и написавшим заявление на компенсацию. Депутаты инициативу поддержали, но отметили, что вопрос достаточно серьезный и требует тщательного анализа финансовой составляющей. В ходе встречи депутаты предложили главе региона предусмотреть в проекте программы по снижению уровня бедности раздел по созданию рабочих мест в приоритетном порядке для местных жителей, а также обратил внимание на недопустимость сокращения работников в медицинских и образовательных организациях. На встрече был поднят вопрос о необходимости введения маршрута школьного автобуса для учащихся третьей школы из микрорайона Городецкий. Все озвученные депутатами вопросы Юрий Бездудный взял на контроль. В завершении встречи председатель окружного парламента Александр Лутавинов отметил, что такие встречи представители исполнительной и законодательной власти дают возможность обсуждать самые насущные вопросы и вырабатывать общую позицию для их решения. Уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе представила доклад о деятельности института полномоченного в 2020 году, отметив в нем особенно болезненные для нашего региона проблемы. В самом начале своего выступления Галина Гуляева отметила, что рождаемость в Ненецком автономном округе в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась. В регионе появились на свет 532 ребенка. Ни один из новорожденных за последние два года не был оставлен матерями в роддоме, что радует. Печальная статистика 2020 года касается умерших в округе детей. Вызывает обеспокоенность факт выросшей детской смертности. В 2020 году умерло семеро детей, в 2019 году два ребенка. Из семи по четырем детским смертям были возбуждены уголовные дела. В одном случае дело прекращено в связи с недостижением обвиняемого возраста уголовной ответственности. В трех других в расследовании находятся уголовные дела в отношении медицинских работников, допустивших по мнению следствия смерть детей по неосторожности. Много замечаний по проведению медицинских осмотров школьников в медучреждениях. В прошлом году медосмотрами было охвачено немногим больше 70% от плана. По наблюдению врачей, дети школьного возраста самостоятельно проходят диспансеризацию. При этом они могут не сообщить врачам о своих жалобах и проблемах, в связи с чем уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения, подведомственным медицинским организациям взять на особый контроль проведение ежегодных профилактических осмотров детей. Особое внимание следует уделить вопросам привлечения законных представителей к сопровождению детей младше 15 лет на медосмотры. По данным отделения социальной помощи семье и детям в конце 2020 года на учете состоит 82 семьи. Из них в социально опасном положении 56, а 26 семей находятся в трудной жизненной ситуации. На постоянном ведомственном контроле УМВД находится 40 родителей, состоящих на учете, как не исполняющие свои обязанности по воспитанию детей и отрицательно влияющих на них. В 2020 году в адрес уполномоченного поступило 34 обращения по вопросам права ребенка на воспитание в семье и надлежащий уход. Особое внимание уполномоченной по правам ребенка уделило вопросам информационной безопасности детей. Сегодня угроза исходит не только из сети интернет. Вот эта обертка от шоколадки, с такими словами нехорошими, пусть этот слайд вас не шокирует. То есть небезопасный контент, он не только в сети, не только в телевидении, он вот здесь на обертках конфет, шоколадок и так далее. В докладе уполномоченного прозвучала информация о росте процента бедного населения. Количество малоимущих семей стало на 39% больше. Более 2000 семей, в которых воспитываются 4749 детей, являются малоимущими. Половина таких семей не являются многодетными. Многодетные семьи всегда считались в зоне риска. То есть у нас в обществе приняты стереотипы, что многодетная семья равно малоимущая семья. Но, как показывает доклад уполномоченного по правам ребенка, эти цифры совершенно иные. То есть в группе риска у нас семьи и с одним, и с двумя детьми сегодня. Илья Сахаров, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Продолжит выпуск информация об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным управления Роспотребнадзора, в Нинском автономном округе за последние сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие жители города Нарьинмара. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 29 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 10 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными средствами бесплатно. Напоминаем, что в Нинницком автономном округе действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо находиться в маске. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В округе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день прививку сделали более 3000 жителей. Проведение дополнительных исследований на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не требуется. Исследование необходимо только тем, гражданам, у которых новая коронавирусная инфекция была подтверждена, и тем, кто получил соответствующее лечение, а после решил вакцинироваться. Вакцинация проводится во взрослой поликлинике Нинницкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района и в сельских медучреждениях. Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Наринмаре и поселке Искателей можно на портале госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Глава региона посетил школу поселка Искатели и убедился в выполнении всех необходимых требований для обеспечения учеников начального звена качественным горячим питанием, а также передал в спортзал школы спортивный инвентарь. Александра Литкова расскажет подробнее. Уроки физкультуры, пожалуй, один из самых любимых предметов для школьников. Почти все ребята готовы заниматься спортом и внеучебное время. Для мальчиков это даже мой любимый предмет. Мы остаемся подольше. Мы приходим, когда на физкультуру, мы всегда проводим сначала какие-то нормативы, сдаем по физкультуре, потом играем. У нас даже вне школы есть, учителя сами зовут нас сюда поиграть. Мы с удовольствием приходим, играем. Также вот секции есть футбольные. Мы с командой выезжаем, играем, занимаем места. То есть физкультуру очень нравится, любим ей заниматься. Для полноценных тренировок по волейболу учащимся школы необходимо как минимум 10 мячей, то есть один мяч на пару. Мячей для тренировок не хватает. Мечи, которые нам подарили, мы просили, потому что у нас есть программа, вот и четвертая четверть, вся и спортивные игры, и волейбол. Волейбол, и не только школу, и волейбол по программе. И вот четвертая четверть у нас будет полностью будем заниматься волейболом. И мы не могли даже детей научить ни верхней передачи, ни подачи, ни этого мячей не было. В парах работать нечем. Теперь мы будем оттачивать это мастерство. 10 новых мячей для игры в волейбол учащимся 6-й школы вручил губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный совместно с председателем Совета депутатов поселка Искателей Иваном Егоровым. Также в рамках рабочей поездки поселок Искателей глава региона проверил качество питания учеников начального звена. Ребят кормят замечательно, есть свежие фрукты, сегодня были мандарины, причем хорошие, качественные мандарины. Была запеканка, тоже свежая, из продукции Нинецкой агропромышленной компании, со сгущенкой. Поэтому мы увидели, что после того, как ребята поели, мало что остается. Это значит, что питание нравится и питание хорошее. Напомню, в Нинецком округе право учеников начальной школы на бесплатное горячее питание было закреплено законодательно. Соответствующие поправки в окружной закон об образовании в Нинецком автономном округе были приняты в марте прошлого года. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На Ленмаре продолжаются ежегодные семинары с главами муниципальных образований Нинецкого округа. В рамках рабочей программы главы встретились с депутатами регионального парламента. В ходе встречи обсудили самые насущные вопросы сегодняшнего дня. Один из них – обеспечение противопожарной безопасности в сельской местности. Многочисленные пожары этой зимой показали, насколько несовершенна техническая база пожарных подразделений в поселениях. Главы муниципальных образований подготовили коллективное обращение в адрес собрания депутатов Нинецкого автономного округа. Разговор на встрече также шел о лекарственном обеспечении населенных пунктов по линии Нинецкой формации, проблемах жилищно-коммунального хозяйства, строительстве и ремонте социальных объектов на селе. Обсуждение всех этих вопросов позволяет выработать общую тактику для их решения. Вот когда я разговаривал с некоторыми главами муниципальных образований, они говорили, надо выработать общую позицию, надо определить общие подходы. Поэтому вот слово «общеe» оно здесь является ключевым. Мы много ездим в отдельные населенные пункты, но тем не менее там где-то мы разговариваем с глазу на глаз и соответственно, конечно, встречаемся с жителями. А вот когда мы здесь, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, когда нас здесь много, то тогда нам легче решать те вопросы, которые мы перед собой ставим. Завершится учебно-консультационный семинар 19 марта в администрации Заполярного района, где участники обсудят подготовку к осенне-зимнему сезону и ряд других вопросов. Юный хоккеист из Нарьинмара признан лучшим защитником на межрегиональном турнире в Архангельской области, в котором в марте этого года принимала участие команда из Ненецкого автономного округа. Ежедневные тренировки, шесть из которых на льду. Артем Чудочин играет в хоккей с четырех лет и уже привык к таким физическим нагрузкам. Сейчас ему 12 и без хоккея он уже не представляет свою жизнь. Как нам призналась Ирина Чудочина, какой-то особой причины для выбора именно этого вида спорта не было. Но родительское чутьё не подвело. Хоккей завоевал сердце мальчика и теперь он планирует и дальше продолжать спортивную карьеру. По крайней мере, планировали в прошлом году его отдать, попробовать его вывезти в другой регион, в спортивную школу. Но в связи с тем, что у нас ситуация была в прошлом году, вы сами понимаете, какая, у нас не получилось. Поэтому планируем, конечно, в дальнейшем его всё-таки попробовать вывезти, так сказать, чтобы он попробовал свои силы уже обучаясь в спортивной именно школе. На турнире, который проходил с 11 по 15 марта, наша сборная 2007-2008 года рождения заняла четвёртое место. Отсутствие игровой практики не сыграло ребятам на руку. Но, как признаётся тренер, есть куда расти. В итоге заняли четвёртое место из пяти. Выиграли одну игру только у Устьян. Могли зацепиться и с Архангельском, и с первой командой Архангельской, и с второй командой. Ну, на ошибках учимся, работаем дальше. Несмотря на отсутствие призового места, нашу сборную всё же выделили. Артёма Чудочина признали лучшим защитником. Но, как признаётся мальчик, для него это было весьма неожиданно. Команду ждут игры в следующем сезоне. Подготовка к ним будет тяжёлой. Но в любом виде спорта, если хочешь хороших результатов, нужно работать на износ. Мы желаем нашей сборной удачи и будем и дальше следить за её успехами. В субботу 20 марта в Наринмаре состоятся юбилейные 25-е соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. В настоящее время завершается подготовительный этап большого спортивного праздника. За два дня до начала спортивного праздника трасса для проведения гонок полностью готова. Предварительно проехаться по ней гонщиков пока не запускают, чтобы не разбили трассу раньше времени. Ознакомиться с ней можно будет непосредственно перед соревнованиями. Поэтому у них будет для всех одинаковые условия. У них будет тренировочный заезд, это в субботу утром до всех остальных заездов. А мы сделали как бы на иномарке проехали её один раз и на Буране, чтобы замерить примерно время прохождения кольца одного. Для иномарки минута 10, для Бурана это минута 30. И определили количество кругов, которые будут у нас ездить снегоходы в заездах. По словам организаторов, в этом году при обустройстве трассы были учтены все пожелания спортсменов. Готовность места проведения соревнований лично оценил глава региона Юрий Бездудный. Совершенно справедливо ребята, гонщики сказали, что это, наверное, самое лучшее место для проведения. Погода нам благоприятствует и прогноз на ближайшие дни тоже очень хороший. Сегодня с коллегами проверили готовность трассы. Два дня до Бурандея трасса полностью готова. Идёт оборудование и оснащение городка. В целом мы готовимся к Бурандею. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех прийти, поболеть на праздник спорта. В этом году посоревноваться в самой быстрой езде на снегоходах решились 60 участников. Среди них 9 женщин, 35 мужчин. 6 человек будут бороться за звание сильнейшего в номинации ветеран и 10 в свободном заезде. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова